книга открытым оком тема христос есть истинный бог и человек вопрос 2403 сколько сейчас разных книжек о втором пришествии христа и о событиях какие этому будут предшествовать но как узнать какие из них верно толкует эту тему отвечает игнатий тихонович лапкин для этого нужно иметь навык минимум в первую очередь смотреть на издание книги православная она или нет православной литературе особенно в противосектантской есть написанное по заказу государственного строя есть и фальшивые насквозь ответы но что касается второго пришествия христа то тут все пишут все пишут верно здесь накоплен огромный опыт по писанию и по святым отцам церкви вселенской все заключается в притче христа о жатве и в учении о последнем дне евангелие от мотфея 13 глава 30 стих оставьте расти вместе то и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы и свяжите их снопы чтобы сжечь их а пшеницу уберите в житницу мою евангелие атеана 12 48 отвергающий меня и не принимающие слов моих имеют судью себе слово которое я говорил она будет судить его в последний день евангелие от иоанна 6 глава 40 стих воля пославшего меня есть то чтобы всякие видящие сына и верующие в него имел жизнь вечную и я воскрешу его в последний день евангелие от иоанна 6 глава 44 стих никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец пославший меня и я воскрешу его в последний день евангелие от иоанна 5 евангелие от иоанна 6 54 ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день тема о пришествии христа самая уязвимая для эритиков они выдумывают три более пришествий христа пишут книги о великолепно пишут книги с великолепно лживыми схемами с цветными иллюстрациями как придет с неба за ними христос и в каждой книжке их на эту тему подробнейшее разнести подробнейше разъясняется где и что будет в израиле и дают полную историю этого народа и много говорят о страданиях холокостах этого дивно сладкого народа и нигде не строчки нет а кровожадности это так простите и в каждой книжке их на эту тему подробнейше разъясняется где и что будет в израиле и дает полную историю этого народа и много говорят о страданиях холокостах этого дивно славного народа и нигде не строчки нет а кровожадности этой нации о гибели других наций от этой нации от этого теневого народа пропуссия 42 клятва и обман убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились и кровопролития следует за кровопролитие книга деяний 7 глава 52 54 стихи кого из пророков не гнали отцы ваши они убили предвосвестивших пришествия праведника которого предателями и убийцами сделались ныне вы вы которые приняли закон прислужение ангелов и не сохранили слушаясь и они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами евангелие от мотфея 23 глава 32 стих дополняйте же меру отцов ваших 1 фессалоникийцам 2 16 которые препятствуют нам говорить язычникам чтобы спаслись и через это всегда наполняют меру грехов своих но приближается на них гнев до конца ни слова о том кто же сотворил революцию в россии кто уничтожил царское семейство не их фамилии не их нацию не укажут но вот очередная такая иудео-сектантская книжица что будет с этим миром и уахим ланг хаммер длинный молоток толкование божьего плана спасения напечатано уже три тысячи экземпляров германия гаммерш бас гаммерш бас 1993 95 годы 156 страница только в приложении дается указание 180 до простите напечатано уже 300 тысяч экземпляров германия гаммер бас 1993 95 годы 156 страниц только в приложении дается указание 185 мест где было плохо евреям кто их гнал сколько из них погибло проверить эти данные нет никакой возможности и нет следа на неуказанную литературу откуда эти данные с точностью до одного человека начиная с фараона и выхода евреев из египта и видно что автор старался говорит и о христе и желает обращения иудеев к истинному мессии но все выгибает в ложную сторону болезнь ливизны прорастает в острые рога ереси и мало закамуфлированного заказчика из-под стены русалима и столько схем на очерчено и ни одной нет правильной везде сквозит и вопит незнание библии и насилия над текстами писания православная схема проста как это и есть по библии все в мире так и будет до пришествия христова на земле так и будут и святая пшеница и грешные плевелы до самого последнего дня так и будут расти вместе но за три с половиной года до пришествия христа и страшного суда будет над миром царствовать еврей антихрист а затем придет конец в гробах праведные и грешные будут до последнего дня мировой истории никаких первых или вторых воскресений не будет а первым воскресением названо духовное обращение каждой души воскресение от злых дел послание к ефесянам 5 глава 14 стих посему сказано встань спящий воскресни из мертвых и осветит тебя христос от молотить стопы свернуть гумно как твердый ватман для иных проекций не посчитай простите от молотить снопы свернуть гумно как твердый ватман для иных проекций не посчитай что мало нам дано с нас спросится ведь мы его невеста с нас спросится как шли на перепутье братались с самарянами с ослами пренебрегая кровь на паланкине судей в агарках тлели или в жаркий пламень любовь к стоящим праздно до сих пор до сумерек одиннадцатого часа мы им несли и заступ и топор наперекор церковному начальству с них спросу нет у них один ответ над всеми промысл и он их обратит мы били кувшины являя миру свет с набедренным мечом и молот бил в гранит без зависти посеянная всходит не у гробниц прославленных владык им библия трубит с утра сегодня о как же спросится за пренебрегших стыд с вас спросится за блеклые колоссия за поле полоненное осотом глаз иеговы не роднит нас вовсе кому из батюшек на проповедь охота рев рыкающих из чужеземцев рать провозгласивших секты тоже церковь труд каторжный ягненка отобрать доколе свет сознание не померкнет не странно ли нас бросили вожди застывшие под резами тугими без них на пажите последние дожди без них спасенные как могут пишут гимны не уж то так не спросится при строго заброшенных овец поля чужими сжаты вам нравится колекой быть уродом святую библию в пыли держать за шкафом 17 ноября 2004 год игнатий лапкин